14-летняя Дарья Суднишникова родила дочь 16 августа, но выписалась из клиники только сегодня. Врачи диагностировали у маленькой Эмилии неонатальную желтуху, поэтому задержали до полного выздоровления. Дома новоиспеченную маму ждали приятные сюрпризы от членов семьи, которые украсили детскую розовыми шарами и игрушками. Мама подарила мне цепочку, дед-костюмчик, похвасталась Дарья. Не остался в стороне и юный бойфренд молодой мамы, 11-летней Ваня. Он преподнес избраннице букет из розовых и белых пионов. Напомним, что сначала Суднишникова уверяла, именно он является отцом малышки. Однако позже призналась, что была изнасилована старшеклассником. «Не думаю, что мы в скором времени расстанемся. А если даже и расстанемся, то я все равно буду навещать ребенка», — заявил Ваня. К слову, роды стали для несовершеннолетней настоящим стрессом. Схватки, которые длились несколько часов, приносили девочке невыносимую боль. И тут я отключилась. Я оказалась в обмороке, даже не поняла этого. Как будто заснула. Так пролежала около трех часов, потом очнулась от спирта под носом. Кроху забрали осмотреть. Меня повели в мою палату. Стоять я не могла, голова еще кружилась, тем более болели швы. Я дико хотела пить, но не могла. Мне было страшно, мало ли стошнит, я не могла пошевелиться из-за швов. Делилась она воспоминаниями в личном блоге. Пользователи сети Сочувсвем отнеслись к девочке и оставили ей теплые слова в комментариях.